Буквально вчера график биткоина выглядел похожим на это, где у нас образовывался очередной нисходящий верх, прямо рядом с уровнем в 60 тысяч. Все выглядело мрачно, падающим, люди выглядели расстроенными, уставшими и потерянными, а затем все поменялось. Зашли ФРС, быки, и мы пробились над этим сопротивлением. Это паттерн нисходящего расширяющегося клина, а мы очень близки к нашему первому восходящему верху. На графике показана вершина 25 августа, и биткоин подобрался к нему буквально в пару миллиметров. У нас даже образовался пробой на дневном RSI, так что куда же мы с вами направимся дальше? Все это мы обсудим с вами в сегодняшнем видео. Как дела, друзья, с возвращением на канал? Сегодня 25 сентября, среда, середина недели, и биткоин тусуется рядом с 63 с половиной тысячами. Что ж, рынки немного привстали. S&P 500 находится чуть ниже нейтральной зоны, а биткоин тусует рядом с этим недавним локальным верхом. В общем, все в целом нормально, но как бы среднее. Но думаю, что люди забывают, насколько близки мы к АТХ. Если померить текущую цену, то если биткоин вырастет на 16%, то это и будет новый исторический максимум. Всего лишь 16%. А это значит, что любая из этих недельных свечей с подобным движением появится на графике прямо сейчас. Возьму-ка эту свечку и помещу вот сюда, к цене, на которой мы сейчас находимся. То есть, если будет вот такая неделя, вот вам. Внезапно картина меняется, нарратив меняется, и мы полетели. Да ведь? Прямо так. Просто хочу вам, ребят, напомнить, что в этом рынке вещи могут поменяться очень быстро. В предыдущем видео я запилил классную заставочку, и вам, ребят, она зашла. Сегодня без нее. Но впереди нас ждет еще много. Общее впечатление в комментариях было невероятно позитивным. Так что определенно я это еще сделаю. Если вы еще не подписались, обязательно подпишитесь. Я заметил, что 20% смотрят зрителей, даже больше, не являются подписчиками моего канала. А ведь мы около 80к подписчиков. Так что если бы у нас образовался 20% памп с подписчиками, мы бы достигли отметку в 100к подписчиков. Так что определенно нажмите на кнопочку. И переходя к нисходящему расширяющемуся клину биткоина, на дневке, который я упоминал в начале видео, биткоин отскочил от центральной линии этого паттерна. Всего лишь недавно, 16 сентября 17-го, мы отскочили от поддержки центральной линии, а нисходящий расширяющийся клин паттерн – один из самых сложных для понимания и чтения, а также для получения прибыли. С подобным паттерном заработать очень сложно. Ведь у тебя нисходящие верха, но даже еще и нисходящие низы. И предугадать эти нисходящие низы – это очень сложная задача. Я думаю, вот почему последние несколько месяцев крипто люди были столь сильно озадаченными. Потому что им не получалось все правильно понять. И я думаю, это относится ко многим из нас. Ведь такой результат предугадать тяжело. Но вот мы здесь и сейчас, в 16% от исторического максимума, не так и далеко, но у нас имеется некоторое сопротивление, через которое нужно пробиться. И дневной РСА также соответствует ценовому движению. У нас есть нисходящие верха, восходящие низы и пробитие. Очевидно, вы знаете, ребята, что я смотрю на рынок очень побычьи. И биткоин, я думаю, достигнет исторического максимума в этом году. Скорее всего, перед концом года, в четвертом квартале. Но риск спуститься вниз все-таки есть. В короткосроке. И он соответствует ретесту биткоином, зоне пробития и установке позиций перед пробитием, уходя в ретест зоны сопротивления РСА, как уровня поддержки примерно около уровня 50. Перед тем, как уйти в зону перекупленности, эти движения всегда возможны и не должны сбрасываться со счетов. Хотя в долгосроке подобные движения — это ерунда. Всего лишь шум, всего лишь помехи среди макроаптренда. И по мере нашего разговора, все, что нам нужно, это лишь одна-две недели. Если это будут действительно хорошие одна-две недели, мы достигнем исторического максимума, это 16%. А мы в макроаптренде. Так что быки сейчас находятся у руля. И были у руля. С начала 2023-го. Если мы посмотрим на линейный график месячного таймфрейма, посмотрите на него, и представьте, что вы смотрите только на него. Затем вы смотрите на социальные медиа крипто, говорящие глупости, наводящие панику. И если вы посмотрите только на этот график, вы не поймете, почему они паникуют, расстроены или в растерянности. У нас все путем. Мы строим поддержку предыдущего сопротивления 2021-го. Так что крупная картина выглядит отлично. Если посмотреть на месячные свечи, то увидим, что мы закрываем месячную свечу, и рынок устаканивается на предыдущем верху предыдущего цикла. То, где мы остановились в предыдущем цикле. Так что прямо сейчас балом заправляют быки. И сейчас мы с вами находимся прямо напротив сопротивления, вот здесь, предыдущего нисходящего верха. Если у нас получится увидеть восходящий верх на графике, это будет уверенный голос поддержки со стороны быков. Если мы включим мои любимые скользящие средние, соответствующие 128 дням простого скользящего среднего, то увидим, что эта скользящая средняя играла огромную роль в предыдущих уровнях, выступая главной поддержкой в 2017-м и сопротивлением в 2017-м. Также она знаменовала зону пробития в 2019-м и провалом вниз в 2019-м. Так что рынок определенно идет в ногу с этими скользящими средними, используя их как поддержку и сопротивление. Верно? Вот здесь зона пробития. Крупная поддержка вот здесь, в 2021-м. И да, у нас было несколько спусков под эту зону. Совсем недавно. Но я хотел бы увидеть прямо сейчас, как мы начинаем удерживаться над ней. Сейчас у нас есть 1, 2, 3, 4, 5, 6 дней над 128-дневным SMA. И пока быки действительно хорошо делают свою работу, удерживая уровень над этой линией. И если они продолжат это делать, то, скорее всего, мы вырвемся наружу. Над сопротивлением, сделав первый восходящий верх на этом графике с марта. Первый крупный, выдающийся восходящий верх. И, ребята, это будет большое событие. И думаю, преодоление этого уровня в 65 тысяч запустит значительную уверенность в биткоине, что в конечном итоге приведет к пробитию в новый исторический максимум. Главное, чтобы S&P 500 оставалась над своей зоной пробития. В настоящий момент S&P находится на историческом максимуме. И АТАЖ S&P всегда идет впереди АТАЖ биткоина. Никогда биткоин не достигал новых высот, до того, как перед этим S&P не достигала своих. Но теоретически S&P может спуститься обратно на ретест предыдущего исторического максимума, перед тем, как снова стремиться вверх. Это возможно. В любом случае, пока мы удерживаем предыдущий АТАЖ и движемся дальше, биткоин, скорее всего, покажет нам отличные результаты этой консолидации. И если биткоин сможет все-таки вырваться в этом направлении, по подсказкам из учебника, с вершины до самого низкого низа, паттерна нисходящего расширяющегося клина, вот до этого низа, если мы это экстраполируем, наложив на потенциальную зону пробития, то это приводит нас к 102 тысячам. Да, я знаю, звучит безумно. Звучит смешно. Но это то, что говорит нам учебник. И знаете что? Это долгосрочный паттерн. Это не какая-нибудь двух-, трех-, четырехнедельная формация вымпела. И в лучшей части 2024-го мы двигались вбок и вниз. Нисходящий расширяющийся клин. Это долгосрочный паттерн. И, скорее всего, это было лишь зоной накопления для многих крупных игроков. Долгосрочное накопление. Почти целый год. Если мы отсюда вырвемся, то, вероятно, пробитие получится значительное. Нет, мы не будем расти по прямой линии. Эта линия показывает не это. Биткоину может потребоваться шесть месяцев, чтобы на самом деле добраться до этих ста-двух тысяч целей из учебника. Он может пробиваться туда полгода. И как вы к этому моменту, ребят, должны знать, если смотрите этот канал, то, что эту идею поддерживает шестимесячного аптренда, это факт того, что мы пробились через даунтренд недельного RSI. И каждый раз, когда у нас это получается, у нас есть, по крайней мере, от шести месяцев до года роста вверх. Обратимся к истории. На это у нас ушел год. 2019-20-й, пробитие RSI, и целый год роста до 65 тысяч. Вернемся еще раньше, и это 2018-й. Шесть месяцев роста. Так что эти недельные RSI не шутка, и у нас один появился. Так что, по крайней мере, шесть месяцев движения вверх, а цель нисходящего расширяющего Зеклина — 102 тысячи. В целевом периоде — в шесть месяцев. Вот что, ребята, прямо сейчас мы с вами ждем. И если вам понравился видео, обязательно нажмите на лайк. Подпишитесь и напишите ваш комментарий о том, что вы на самом деле думаете сами. Не забывайте, что эти действия очень помогают каналу и помогают продвигать это видео. Так что, маленький шаг с вашей стороны. Большой результат в итоге. И самое главное — помните, что мы стараемся ради вас. Так что, если вы цените наши старания, пощелкайте по кнопкам. И, конечно же, не забывайте о канале Блабла Крипта, ребята из которого и делают эти переводы для вас. А еще, видимо, в свободное время они запиливают отличную аналитику и новости из крипторынка с объяснениями, комментариями и, главное, оперативно. Так что обязательно зацените их канал, тоже подпишитесь, там много годного контента. Ну а я с вами прощаюсь. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok